Знаете, у меня такая радость, что сегодня с нами Геннадий и Надежда. Я хочу пригласить. Его фамилия Сидорин. Древнерусская фамилия. А теща у него вообще ярославская красавица. Да, я хочу пригласить. Пусть помощники. Можно кафедру в стороночку, да. Уберите в стороночку кафедру, хорошо? Петр, нам нужен микрофон. А лучше два? Вот этот можем взять, да? Геннадий, держись. Давайте вот мы так кафедру в стороночку уберите, а мы вот так сделаем, чтобы лучше было, чтобы проще было. Аллилуйя, слава Богу. Сейчас тебе микрофон. Ты что прячешься? Я тебя не видеть буду за него. Не переживай, его разглядят. Мы знакомы с Геннадием много лет. Вообще у него предки из Пятигорска, как наши, вот Игорь, да? Да, а где Игорь? Вот, да, пастор, да, подкользен Игорь. Пятигорский же он, да? А? Кисловодский. Это рядом, это там три горы, одна из них Кисловодск, другая Пятигорск. Да-да-да, три холма, да-да-да, по-нашему. Но теща у Геннадия Ярославская. И хотя они сегодня живут далеко, они постоянно, как настоящие христиане, почитают родителей, почитали родителей. Таким образом, мы с пастором Джеффом познакомились, потому что в то время они ходили в церковь пастора Джеффа, жили как раз в одном городе с ним. Сегодня они живут в другом городе, но так случилось, что какое-то время назад, выйдя на пенсию, вот Геннадий ощутил, со своим здоровьем что-то происходит. И я забегаю немножко вперед, врачи обнаружили онкологию. Не просто онкологию, а рак костного мозга. На русском языке это называется тот орган, который обычно борется с раком, он был поражен. И я честно скажу, как бы понимая диагноз, когда я услышал про это, где-то мысленно я понимал, что может быть мы больше никогда с ним не увидимся, потому что врачи говорили, ну пару месяцев максимум жизни. Но Бог сделал чудо. Потому что мы верим тому же самому Иисусу. А Иисус сказал, видящий меня видел Отца. Он такой же. Иисус любил спасать, прощать грехи, освобождать от демонического рабства, а также любил исцелять. Кто из вас знает, что никому Иисус не сказал, нет, нет, тебя исцелять не буду, ты еще недостаточно помучился, мой отец тебя чему-то учит сейчас, и вроде бы еще не научил. Никому Иисус так не сказал. Каждый, кто приходил к Иисусу, Иисус помог. Кто из вас читал об этом в Библии? И Библия говорит, наш Господь вчера, сегодня и вовеки тот же сам. Аминь. Ген, твоя история, ты мне рассказал, она меня так благословила. Хотя я знаю, что Бог целитель, я видел много раз, но каждый раз, когда ты переживаешь, видишь живых свидетелей, того, что Иисус сегодня делает, еще больше ценишь нашего Спасителя. Расскажи буквально, может быть, не так подробно, как ты мне в ресторане рассказал. Я теперь почти что научную степень еще получил одну по медицине. Да, да, да. Рады вас приветствовать. Мы из города Шарлотт, Северная Каролина, из церкви, Центр of Church, объединение Church of God, как у вас церковь Божия. У нас большая церковь, около 8 тысяч. И два года назад такие вещи с нами Господь стал нас проводить. Это был 22-й год, 13 июля меня диагностировали с раком костного мозга. Медицинское название, термин – это множественное миелома. То есть рак, который не исцеляется, не излечим на сегодняшний день. И вы сами представляете, когда ты приходишь к врачу, и они сделали все проверки, там начали проверку крови, и когда они получили результаты, ну, для, просто для сравнения, скажу так, вот, у каждого человека есть раковые клетки в крови. И вот в их единицах измерения от 3 до 9 это нормально. У меня было 12 тысяч. 12 тысяч. 12 тысяч. А должно быть 3 или 9 единиц. 3 или 9, да? А у тебя? Да, от 3 до 9, ну, да, это нормально. Когда у любого человека берут, они анализ на кровь где-то находят. Когда они увидели 12 тысяч, они резко нас вызвали, мы, естественно, стали биопсию брать, негативно. Ну, вот, как ты понял, что что-то происходит? Ты говоришь, какие-то боли страшные были или что? Да, начали, в общем-то, так странно, да, Господь проводит разными путями, скажем. Ближе микрофон, и все слышат. Да, да, ровно 2 года назад, ровно 2 года назад мы были в Ярославе, у меня очень болело плечо. Буквально лежишь, и болит плечо. Думаю, какое отношение их. И приехали домой, боли сильнее, сильнее, потом уже, скажем, в мае месяце я уже не мог машину водить, руку не мог поднять на руль, супруга стала меня везде водить. Ну и что делать? Надо идти к терапевту. Пошли к терапевту. Он мне там спрашивает, ты не падал, ничего не падал? Да нет, ничего. И у меня верующий врач-терапевт, но достаточно молодой, лет 35. И потом, как он говорил, я у него спросил, на каком основании, почему вы решили взять анализ на рак? Потому что обычно терапевт берет обычные анализы. Он все сделал, отправил меня на снимок, плечи, а все нормально. И вот в этот момент он решил, как он позже сказал, я даже не знаю как, но эта мысль у меня проскочила, говорит врач, что надо его послать на раковый. Хотя никакого отношения к плечам. Ну, часто такое бывает. Человек болен раком, а его проверяют, пока проверяли, он уже четвертая стадия и помер. Ну, то есть, наверное, так было. Ну, когда вот они получили результаты, уже на следующий прием сидел гематолог, знакомый, они с общинами говорили, что очень нехорошо, тебе надо резко начать лечение, иначе впоследствии будут плохие. Нас перевели у нас в Шалот, есть один из лучших в Америке центров онкологических по заболеваниям крови, вот все этих вещей костного мозга, большой такой, современный. И мы пошли на встречу к этому врачу, он оказался сириец. Я подозреваю, что он учился в России, потому что, ну, по разговору мы поняли. Мы любим сирийцев. Да. И Авраам до того, как стал евреем, был сириец, кто знает это, да? Это Господь его потом евреем сделал, а так он сириец, поэтому написано, отец мой арамиянин, да, то есть, и у него был бухгалтер Элизир из Дамаска. Да, Ну, и вот он начал, посадил и стал объяснять, что вот у вас такое заболевание, то есть, первое, что мы будем делать, если вы решите принимать лечение, то мы будем давать вам химиотерапию, будем делать какие-то уколы, процедуры, примерно хотим поставить вот эти цифры в определенную стадию, то есть, какое-то, что можно продолжать следующее лечение. Следующее лечение говорит, ну, вы поймите, что это рак вообще неизлечимый на сегодняшний день, но просто это даст вам какой-то комфорт, чтобы вы могли прожить вот остаток ваших, сколько там бог отвел, если так можно сказать. И следующая стадия, это тебя ложат, госпитализируют, делают химиотерапию и подготавливают пересадки стволовых клеток. Это очень дорогая и болезненная и длительная процедура, которая занимает после восстановления, то есть, после месяца вот этих пересадки стволовых клеток, тебе еще надо примерно 100 дней дома быть. А сейчас, говорит, начнем вот первую стадию. Бесконтактные, чтобы, потому что опускают иммунитет до нуля, да? Ну да, когда, что значит пересадка стволовых клеток? Раньше-то брали донора, но это оказалось очень эффективно, теперь тебя ложат, после химиотерапии начинают фильтровать твою кровь через определенные фильтры, ну, я так образно говорю, и эти фильтры снимает полностью все у тебя. То есть, даже прививка, которые ты получал в детстве, все мы получали, они совершенно вычищаются, и потом тебе все надо по-новому это делать. И условия были такие, говорит, если ты соглашаешься на это лечение, то вы должны жить в течение часа езды от нашего центра, потому что ваш иммунитет будет ноль. Если что-то с вами произойдет, если живете дальше, то мы даже не беремся лечить. От любой маленькой простудки умрешь сразу. непростудки, и он говорит, это полный карантин. И вот в этот момент, когда он это все говорил, вдруг вот, знаете, мы христиане ходим перед Богом, и мы стараемся всегда исполнять волю Бога. И когда делаешь какие-то решения, ты пытаешься найти его волю. Я думаю, что рожденный свыше понимает, о чем я говорю. И вот когда 9 лет назад нам Господь положил на сердце переехать в город Шарлотт, вот в этот момент, когда он говорил, вот эти все, ты идешь по вере, но ты не знаешь, для чего это происходит. В общем, там Господь не обязан докладывать, почему он это переводит, почему он ложит на сердце. Короче, вот мы переехали в Шарлотт. Там, где вы раньше жили, там не было такого центра. Не было. Не было. Узнали мы позже. Там леса. Там красиво. Там красиво. Там несколько человек на 100 километров. И вот мы попали в Шарлотт 9 лет назад. И вдруг Господь как бы ложил на сердце. Вот по этой причине мы переехали. Там у нас даже было второе чудо. На второй день мы купили дом в этом же Шарлотт. И когда стали они нам говорить эти условия, не дали часа, оказалось, что наш дом в 45 минутах этой клиники. То есть так все падало на место, что думаешь, Господь, ты просто чуден. Когда ты идешь поверить, ты просто думаешь, 9 лет назад ты уже не думал о болезни, а ты уже знал наперед. Ты только вышел на пенсию. Заработал хорошую пенсию. Ну да, только вышел на пенсию. Хороший работник, я помню. Тебя оценили, повышали, повышали. Ты холодильщик. У нас раньше в Ярославле были холодильные установки. Уже давно были. Да, в общем-то механическое оборудование. Механическое оборудование. Одна из моих специальностей. Но я работал на компанию 26 лет. Самая большая частная компания в мире. 2,5 миллиона служит. Называется Walmart. Работников, да? Да, она во многих странах есть. Но не важно. Главное, вот когда поговорили с доктором, Надя, наверное, скажет от себя что-то, что мы оба проходили вот это вместе. Знаете, каждый проходит вот эту ситуацию, но каждый воспринимает по-своему и переживает по-своему. Хотя моя семья и двое однополых. Перед тем, как ты дашь микрофон твоей супруге, но ты сразу на Господа обиделся, когда услышал. Да нет. Нет? Но ты пошел к пастору. Расскажи вот этот нюансик маленький. момент. Да. Когда вот... Потому что люди, первое, что один идет напьется, другой, как это, обиделся на Господа, третий еще на кого-то там. И вот я почему говорил Наде, потому что она задала этот вопрос, когда вот доктор нам все описал вот эту картину. Ну, 98% после этих процедур как бы чувствует себя хорошо и вам еще пару лет останется там как бы хорошо жить. 98% в пару лет гарантируют. По вашим показаниям вроде бы подходите в эту категорию. Да. И Надя спросила у доктора, а если ничего не делать, сколько осталось моему супругу? Ну, он говорит, два, может быть, три месяца. То есть... А если делать, то два-три года. То есть, как я говорил, вот это медицинский термин, это множество миелома. Я смотрел у вас на русском сайте вот вчера буквально, и они пишут, что это неизлечимая болезнь. Если его не лечить, в течение года человек уходит. Если лечить, ну, от 18 до 60 месяцев. То есть, он, извините, неизлечимый. Ну, и вот, представляете, что значит, ты получил такой диагноз, ты пришел домой, и, как мы говорим, начинается реальная вера. Часто мы ходим в церковь, мы знаем массу стихов, мы все читаем, но когда вот ты сталкиваешься с такой ситуацией, думаешь, что делать дальше? И ты начинаешь думать, насколько твоя вера, это как, кто учили в школе, мы знаем, мы учимся, а потом нас ввели в лабораторную работу. А потом тест, экзамен, и все понятно, учился или нет. Да. Или как ученик сказал преподавателю, придя на экзамен, сейчас посмотрим, чего вы меня научили, да? Точно так. Точно так. И, наверное, Господь специально допускает вот такие моменты, когда мы можем оценить тебя. Кто же мы такие? Я верующий, потому что я хожу, свечку ставлю? Или я верующий, потому что я научился руки поднимать? Или долго я вырос в христианской семье? Что такое на самом деле ты верующий? И, естественно, каждый из нас проходил свой путь. И мы так вот с Надей сели и думаем, что дальше? И знаете, как говорится, когда ты не знаешь, как поступать, поступай по закону. Писание говорит, бурный ли кто из вас? Призовите, приседируйте в церкви и помолятся за вас, помажут Елеем и молитва веры исцелит болящего. Вот так мы с Надей решим. что буквально через два дня у нас было служение и мы пришли в церковь. Но у нас большая церковь. Вы понимаете, что на одном служении две двести... От этого зависит, Бог исцелит или нет? Большая церковь или нет? Нет. Я просто говорю к тому, что это зависит от того, что, скажем, все две двести в зале и пастор... Это к пастору попасть можно или тяжело? Очень тяжело. Да, потому что вдобавок ко всему у нашего пастора нет одного легкого. С ним тоже Господь сделал чудо. И когда он заканчивает свою проповедь, бывает момент, что ему надо резко идти в свой офис, чтобы он мог подышать кислородом, потому что через час начинается следующее служение. мы помолились дома. Я говорю, Господь, если ты дашь возможность за волю твою отдать, чтобы мы успели подойти к пастору, потому что не так легко попасть. Вот вам везет, вам пастору легче подойти, вот у них сложнее, у них восемь тысяч человек, а ну попробуй, через восемь тысяч проберись. И закончилась проповедь, я так смотрю, пастор стоит на сцене, и мы быстро к нему подошли, говорит, пастор, так и так, вот два дня назад меня диагностировали, он говорит, постой здесь, позвал деканов, и сказал, принесите елей, и они совершили, как вот написано по Писанию. И все, и началась вот эта будничная жизнь. То есть дома ты не можешь выйти, поставили, потому что начали химиотерапию, раз в неделю мы приезжали, там я выпивал таблетку, они там делали уколы в живот и все прочее, но из дома ты не мог выйти. Перед тем, как мы на одежде дадим микрофон, ты сказал, что во время одной из процедур, но мы прыгаем, мы на коне сегодня, нам можно, да, мы сейчас не Евангелие от Луки пишем, как все по порядку, ты, твое сердце остановилось, да, и ты на том свете, побывал, вот расскажи вот про доктора, который сказал, что как здорово, что ты не горел, потому что некоторые горят, когда клиническую смерть переживают, вот это мне понравилось, я только, может, из-за этого тебя пригласил, шучу. Но можно я вставлю еще все-таки какой-то момент, то есть началось лечение, и оно продолжалось месяц, у меня резко все показатели упали, два, три, пять месяцев, я говорю, доктор, приходишь раз в месяц с ним встречаться, я говорю, у меня показатели все нормальные, я видел, как его лицо, он так каждый раз смотрел, как-то странно на меня, потому что, так не бывает, чтобы твои показатели сверху резко упали вниз, и это, и уже три месяца у меня все нормальные показатели, я говорю, доктор, ну зачем мне принимать какую-то вашу терапию, Если у меня все хорошо Он говорит, ну это не совсем правильный показатель Давайте сделаем биопсию Потом опять пропустим через эту трубу Пэтскен у нас называется Когда тебя просвечивают и видят, где рак И ничего не нашли И я вот помню, как вот опять мы пришли Очередной раз после всех этих И он так С такими странными взглядами На меня смотрел, говорит, понимаете Если тебя сейчас Постоять в любую клинику мира Никто не найдет рака И мы-то И я говорю, доктор Он говорит, правда последствия остались То есть все твои кости, как швейцарский сыр Это его слова То есть они восстановятся постепенно, но рака, говорит, нет И я в этот момент Просто не выдержал, говорю, доктор, а вы верите в исцеление? И он так задумался Говорит, понимаете Я ученый, то есть мой доктор Он половина доктора, половина ученый Он занимается разработкой лекарств Я должен полагаться на цифры Я говорю, хорошо То есть мы еще с ним встречаемся И я верю, что в один момент он покаяться Ну и пошла вот жизнь И он наспередает, я говорю, как насчет второй стадии? И на 14 января, ровно год назад У меня была назначена геспитализация Для пересадки стволовых Это самая тяжелая процедура Я говорю, как насчет Вот у меня через две недели начинается геспитализация Он говорит, нет смысла ее делать И он меня перевел Отменил все эти геспитализации Пересадку стволовых И сказал, теперь мы просто будем наблюдать за тобой Раз в месяц будешь приезжать Маленькую дозу для поддержания будем давать Вот началась такая жизнь Ну и прошло вот Дальше, наверное, Надя расскажет Ну и вот к этому ведем То есть у нас началась жизнь Что, вот как пастор сказал Надо же уважать родителей На день мама стала хуже себя чувствовать И она улетала сюда на два месяца Чтобы за ней ухаживать Потом прилетала И пока ее не было Я сам ездил вот на все эти процедуры Без проблем И вот в один очередной раз Она приехала Это был июль месяц То есть полгода спустя Как вот Бог меня исцелил И опять пошли мы на эту процедуру Раз в месяц И она начинается с того Что тебе берут То есть самое лучшее место Где бы это произошло Что со мной произошло Это было вот там То есть ты сидишь Для тебя все проверят Давление, кровь Там кислород с кровью И все прочее И вот взяли опять очередные проверки Проберки с кровью И мы так с супругой сидим И в этот момент Как-то я почувствовал себя Слабо И говорю Ну а что-то Такая усталость Но я подумал Что наверное взяли Пять прибирок крови Бывает такое Думаю Наверное мне плохо И в этот момент Вот Я просто Ну остановилось сердце И наступила клиническая смерть Непонятно почему Я оказался в таком помещении Это даже не помещение Вот А пространство Которое было совершенно голубое Солнца не было Потому что я смотрел И сказал Где же солнце Почему так светло и приятно А его не было И вот такое ощущение было Как будто бы Как эйфория Ты полностью счастлив Тебе все хорошо Ты смотришь и вокруг Новорожденный Наверное Если бы он мог говорить Вот так ты себя чувствуешь Думаю Где же я нахожусь И так вдали была такая Арка Ярко подсвеченная Я смотрю И там было как бы серо По сравнению с другим И вдруг смотрю С этой арки Меня начинает Кто-то звать И я так подхожу Думаю Зачем меня отсюда забирают Тут так хорошо И потом слышу Вроде моё имя зовут Ну наверное Надя передам И услышит Голос любимой жены Гена Вернись Ближе микрофон А произошло вот что Он когда сидел Он мне сказал Что он чувствует себя слабым И хочет поспать Ну иду Говорю ладно Поспи И у них там кресла такие Они как реклайнер Разбираются Человек может прилечь И я стала пытаться Кресло разобрать Чтобы он прилёг Чтобы ему удобнее было И когда я глаза На него подняла Я увидела Что он дёрнулся Пару раз У него открылись глаза Зрачки расширились Он выдохнул И умер И я стала звать Медсестру на помощь Стала кричать Мужу плохо Они когда прибежали Они прибежали Две медсестры Одна с этой И другая С той стороны Стали трогать пульс И монотонно Так стали озвучивать Глаз не реагирует Пульса нет Дыхания нет He's gone Он умер Он умер И вызвали реанимацию Прибежали с другого этажа Реаниматологи Пока там аппаратуру Всё притаскивали Всё это к нему подключали Он такой сидел Белый Бездыханный И каждые 15 секунд Эти медсёстры говорили Трогали И говорили He's gone He's gone Он умер Он умер Он не дышит А я в это время Сидела перед ним На коленях И шлёпала его По щекам И говорила ему Геночка Ты не можешь Это сделать Ты не можешь У тебя Когда у тебя такая жена Она тебя воскресит Я знаю Я говорила Ты слышишь меня Знаю Ты слышишь меня Ты не можешь И в этот момент Я увидела Как рука Зашла к нему в грудь И сжала его сердце И он задышал Он открыл глаза И вздохнул И поскольку реанимации Это ещё не было Вот эти две медсестры Которые стояли сбоку Они отскочили от него Потому что испугались И они вообще не поняли Что такое Он открыл глаза Стал смотреть по сторонам И так как будто Он не понимает вообще Как он тут оказался Я у него спрашиваю Как Как А я спросила Ты меня слышишь? Он говорит Да Так как-то странно Я говорю Как ты себя чувствуешь? Он говорит Окей И потом смотрю Давление стало подниматься И уже 60-30 И он стал Разум появился в глазах И всё Я медсестрам говорю Он ваш Занимайтесь И только Когда я села Я тогда поняла Что эта рука Божья Зашла к нему в грудь И просто запустила Его сердце А потом я у него А потом я у него спросила Что ты видел там? И он вот это видел Но первое Что ему пришло На ум Да Первое Что после того Как Вот Господь Меня воскресил Так можно сказать Вот эта мысль Сразу пришла в голову Что моя жизнь Твое сердце В моих руках В моем руке То есть твоя жизнь В руке Господа Конечно мы все понимаем Что без веры Годи Господа Невозможно И самое большое обетование Которое нам дал Это жизнь вечная Помните как написано И вторая мысль пришла Что не будет В момента покаяться Я на самом деле Так вот рассуждал Они там что-то спрашивали Но тут же Но многие люди думают А я вот перед смертью И покаюсь Вот я про это и говорю Потому что это произошло Настолько моментально Что даже вот Плохо стало Вроде бы слабость И то раз ты уже оказался там Я потом с моим детям Не все дети верующие еще И я говорю Илья Вот так вот произошло Они настолько испугались Потому что знаете Как дети говорят А успеют А еще ничего Еще пока молодой И надо там Пятое-десятое Вот не получилось ничего Ну и все вот эти Проснулся Когда вот Смотрю вокруг Массы людей Стоит Но ключевой момент Что они не успели Начать реанимацию И они так на меня смотрят И между собой Там все Компьютеризировано Автоматизировано Они спрашивают Что же дальше делать Надо ли мой Этот укол делать То есть мой Онколог связался С кардиологом Что делать Они уже взяли Три раза диаграмму Говорят Вообще все нормально Говорят Вообще не понимаем Эта группа стоит Не уходит Реанимация Потому что им непонятно Ну и короче Направили меня Вот на вопрос Пастора К кардиологу И он тоже Объясняет мне Поймите Что когда происходит Что-то с сердцем Аритмия Все это регистрируется И вы С вас Начали снимать Показания Сразу Поэтому Я бы что-то Видел Я теоретически Могу объяснить Что какой-то Нерв может остановиться Что-то там Это бы произошло Что с вами произошло И вот я ему Рассказал Что с тобой было Доктор Вот это я видел И он так Задумался И говорит У меня был Один же пациент Который Прошел Примерно Что вы прошли Только он был Совершенно в другой комнате Он когда Вот Ему сделали Реанимацию И он когда Очнулся Он был в страхе Он говорит Я был в комнате Я был наполнен Страхом Я видел Огонь вокруг меня Горел Я просто в ужасе Оттуда выскочил И я говорит Как доктор Он верующий Оказался доктор И я ему сказал Тебе надо Надо изменить свою жизнь И дальше доктор И вот то что произошло С тобой Это было Не для тебя Это было для меня Потому что Мой отец Вообще-то пастор был Да И для тех людей Которые с реанимацией Которые стояли И они до сих пор Не могут понять Что произошло Потому что Объяснить это Невозможно Медицински До сих пор Я как бы Перед Ну и продолжая Мы встречались С многими врачами Первая из этой компании У них появляется Когда они открывают Компьютер Мое дело Вот это И каждый спрашивает А что ты там видел Интересующийся Интересующийся Так что Друзья Конечно Мы бы Говорили и говорили Но у нас Через 40 минут Следующее служение Вот Мысль Очень простая Я хочу Надежда Расскажи Два слова Вот что ты почувствовал Когда вдруг Твой любимый Муж И вдруг Врачи Такой диагноз Дают Вот я Честно сказать Порой трудно Это себе В разум Даже Вот вложить Да Потому что Сегодня Просто Несколько Днем делала Дела А ночью Уходила Опять В свою пустыню И я вставала На коленях И молилась И Чтобы вы поняли Немножко Нас с Геной Вот Знаете Принято Говорит Две половинки У нас Не две Половинки Мы Одно Целое С Ним Он Во мне Растворен Я В нем Растворена И Нас Невозможно Представить Отделенными Друг От друга Поэтому Для меня Было Самое Страшное Я Вообще Не могла Представить Господь Как это Так Как я Могу Вообще Быть Без Него Как я Могу Встать Без Него Как я Могу Ходить Без Него Для Меня Это Было И Вот эта Пустыня Которую Я Проходила Была Самая Тяжелая И На Вторую Ночь Я Поняла Что Просто Я Сказала Господи Я Вспомнила Это Место Когда Молодые Люди Стояли Трое Молодых Людей Их Должны Были Сжечь И Они Сказали Мы Знаем Что Наш Господь В силе Нас Спасти С этой Огненной Печи Седрах Мессах Авдинага Когда За Веру Навуходоносор В печь Бросал Но Они Сказали Но Даже Если Нет Мы Тебе Не Поклонимся И Я Поняла Я Встала Перед Богом Я Сказала Господь Ты Знаешь Как Я Его Люблю Ты Знаешь Он Все Для Меня В Этой Жизни Но Даже Если Нет Даже Если Это Время Его Ты Призовешь Даже Если Это Произойдет Я Все Равно Так И Мне Пришло Слово От Бога Который Сказал Мне Это Болезнь К Славе Божьей Давайте Встанем У нас Есть Такая Газета Экклезиаст Хорошая Газета Кто Знает Да Там Нет Желтой Прессы В этой Газете Там Только Добрые Вести Да Если Бы Конечно У вас Такая Возможность Есть Дать Без Свидетельство Я Думаю Там Можно Подробнее Можно Я Их Уже Просил Они Они Вас Ждут Да Да Потому Что Она Хорошим Тиражом Расходится И Чем Хорошо Печатное Слово Его Можно Еще Раз Перечитать Еще Иногда Думаешь А Сейчас Вроде Меня Не Касается Смотришь Раз Через Время И Уже Касаюсь А Иисус Наш Спаситель Целитель Тот Кто Освобождает И Благословляет Ты Сделал Это Великое Чудо В жизни Нашего Дорогого Брата Геннадия То Что Шокировало Многих Врачи Делали То Что Они Могут А Ты Сделал То Что Ты Можешь Невозможное Человеком Возможно Богу Ты Вчера Сегодня Вовеки Тот же Ты Сцелял На страницах Библии Ты Сцелял Людей И Ты Тоже Делаешь Сегодня Коснись Каждого Кому Нужно Чудо Пусть Твое Сцеление Придет Пусть Твое Благословение Придет Прикоснись Сверх Естественно Да Генн Помолись Микрофон У тебя Микрофон Рядом Помолись Господь Милость Твоя Велика Каждым Призывающим Имя Твое Милость Ты знаешь Нужды людей Какие бы они ни были Финансовые Физические Трудности Разного Образа Но всегда Ты говоришь Что любящим Бога Призываем По Его Изволению Все содействует К благу Укрепи Нашу веру И дай нам Пройти Через что Через что Ты запланировал Нам пройти Дай что мы Были похожи На это Ио Который Находясь В трудных Ситуациях Все равно Прослевал Имя Твое Всегда Верен Господу Так чтобы В нашей жизни Господи Могли исполнить Волю Твою И пошли Господи По желанию Твоих детей И любящих Его Пускай милость Своя будет Над каждым Человеком Укрепи Господи И Если это Лен Курящийся Не угаси Его И поддержи Господи Аминь Спасибо Батю